МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Теория заговора». Я Игорь Савочкин. Здравствуйте. Как вы думаете, сколько мы тратим на косметику? Шампуни, кремы, пудры, духи? Десять миллиардов евро в год. По самым скромным подсчетам, это в три раза больше, чем на лекарства. Заговор парфюмеров. Нас убедили, что косметика должна стоить дорого. Косметика – это фабрика грез. Но послушайте, до 80% содержания любого косметического крема – это обыкновенная вода. Мы хотим выглядеть как звезды. Но почему сами звезды покупают дешевую косметику? Крашусь и мажусь первым попавшимся, чтобы подать с подроку. Как выбрать хороший крем и не платить лишнего? Средство, на разработку которого ушло 2 доллара, впоследствии может продаваться и по 500 долларов, и по 20. И как купить шампунь на трезвую голову? Основным источником сырья для получения любых шампуней, любых моющих средств является нефть. Что лучше всего дарить женщине на Новый год? Держите. С Новым годом вас! И как не нарваться на подделку? Вы знаете, где это мы все берем? Где? Значит, в Марина Роща. Мы там берем, мы на Калкоксе берем. И вы думаете, нас это не касается? Это заговор против нас. Новый год! Самое прибыльное время для тех, кто торгует косметикой. В это время в магазины идем мы, мужчины. У меня каждый год одна и та же проблема. Не знаю, что подарить жене. Конечно, можно спросить женщину, чего она хочет. Но хочется сделать сюрприз. Специально для мужчин. Рейтинг самых желанных подарков в новогоднем допросе. Простите. В новогоднем опросе. Здравствуйте. Капитан Мамонов, проверка документов. У нас новогодний допрос. Да. Что женщина желает на Новый год? Духи, помада, тушь для ресниц. Духи, наверное. Духи. Держите. Спасибо. Капитан Мамонов. Так, вчера не пили. Сегодня тоже. Вообще не пьешь. Очень приятно. У нас новогодний допрос. Да. Что желает женщина на Новый год? Больше всего. Духи, помада, либо тушь для ресниц. Мужчину не предлагаю. А зря. Ну, помада какая-то. Помада. Да. Выбирайте. Духи. 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 О, спасибо. Вот. Хорошего настроения. Хорошая дорога. Спасибо. Приятно. Новогодний допрос показал. Чаще всего женщины выбирают духи. Помаду выбрала всего одна женщина, тушь – две. А духи разобрали все. Так что, не зная, что дарить, дари духи. Вопрос в том, где их покупать. Я каждый день прохожу мимо ларька в переходе, где торгуют духами. На витрине сплошь известные бренды. Вроде понятно, что подделка. Но всегда хочется верить в чудо. А вдруг именно в этом ларьке продают настоящие и в 10 раз дешевле. Эти духи я купил в переходе за 600 рублей. В магазине такой флакончик стоит от 3000 и выше. Но здесь, в подземном переходе, все по 600 рублей. Новогодняя распродажа. Представлены самые известные бренды французских духов. Покупатели верят и охотно берут. А что, отличный подарок к Новому году по очень выгодной цене. Действительно, может для разных рынков духи по разной цене. Если французские духи везти в Россию не из Франции, а из Арабских Эмиратов, то получится дешевле. Мы тоже купили один флакончик духов Шанель и отвезли их специалисту. Тут, конечно, очевидная подделка. Оригинальная коробка нежного розового цвета с фактурной бумагой. Здесь просто гладкая, достаточно ядовитого розового цвета. Очень плохое качество полиграфии. Это можно видеть на всех надписях. Дальше, собственно, сам флакон. Качество пластика на крышке. Достаточно провести пальцем, чтобы понять разницу. Эта оперативная съемка была сделана ровно год назад. Сотрудники полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями задерживают горе предпринимателей, которые разливали поддельную парфюмерию. Цех был расположен прямо на территории Аптового рынка в подмосковном поселке Мосринген. 16 металлических контейнеров самых известных французских духов готовились распродать под Новый год. По результатам проведенных мероприятий было возбуждено уголовное дело по статье 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Организаторы нелегального бизнеса привлечены к уголовной ответственности. Экспертиза показала, духи были небезопасны для человека. При их производстве использовались самые дешевые ингредиенты и метанол. Помните, как много говорили о паленой омывайке из метанола, которая травит водителей? Ее в результате запретили. А пользуясь палеными духами с метанолом, вы буквально живете в отравляющем облаке. Та продукция, которая успела попасть на прилавки ларьков и магазинов, продавалась под видом импорта из Турции и Арабских Эмиратов. Прямо как наши духи из перехода за 600 рублей. Мы вернулись в палатку, чтобы вызвать полицию. Здравствуйте, а что случилось? Скажите, пожалуйста. Ну, мы считаем, что, во-первых, у вас нет документов на точке, что является нарушением. Нет, документы у нас на точке все есть. Но мы не видим их. Почему у вас на флакончиках наклеено экспортер, рапорт Шереметьево? При этом мы звонили в Шереметьево, они не экспортировали данный товар. Дружка, а вы знаете, где это мы все берем? Где? Значит, вы вообще слышали улица Шереметьевская, там, скажем, или госиница? Конечно, знаю улица Шереметьевская. И что там? А продают ли нам фейк в крупных сетях? Чем черт не шутит, может, на этих оптовых складах и большие магазины закупаются? Мы решили это проверить. Покупаем шесть одинаковых флаконов духов Шанель по 50 миллилитров. В Дьютифри Шереметьево за 3600 рублей. В европейском Дьютифри за 3600. В Ривгоше за 3960. В Литвале за 3999. В Ильдове Те за 4125 рублей. И в интернет-магазине за 3800. Все образцы отвозим на экспертизу на содержание эфирных масел и спирта. Если результат окажется абсолютно идентичным, значит, перед нами подлинники. Если какой-то из образцов будет отличаться, отправимся с вопросами к продавцам. Был поставлен вопрос о содержании спирта и о содержании эфирных масел в полученных образцах. Пять образцов парфюмерии, которые поступили на исследование по своему химическому составу, оказались абсолютно идентичны друг другу. Как показал наш эксперимент, можете смело покупать духи в крупных сетях и даже в интернете на проверенных сайтах. На момент покупки духи там стоили немного дешевле, чем в магазинах, но дороже, чем в Дьютифри. Еще один вариант – подарить какую-нибудь модную новинку. Сейчас последний писк – так называемые BB-кремы. Это крем с эффектом фотошопа. Увлажняет, защищает от солнца, выравнивает кожу и цвет лица, тонирует, матирует. А главное, подходит для всех типов кожи любого цвета. Просто универсальный подарок. Средство заменяет сразу пол косметички. Придумали его в Корее, но сегодня такой крем есть в линейке любой уважающей себя косметической компании. В качестве судьи мы пригласили модного стилиста Влада Лисовца. Его задача – выбрать самый универсальный BB-крем. Покупаем четыре образца. Гарния за 292 рубля и Вроше за 710 рублей, Лореаль за 470. И крем фирмы Эрбориан, родом из самой Кореи, за 650 рублей. Перед нами четыре модели с разным типом и цветом кожи. Посмотрим, как крем умеет подстраиваться. Ведь, по идее, неважно кто вы – загорелая брюнетка или блондинка с белой кожей. Соне достается крем Гарния. Даша Ивроше – не Килориаль, а Анжеле – корейский крем. Девушке наносит крем на лицо. Влад Лисовец не знает, кто из девушек какой маркой пользовался. Все кремы на одно лицо. В смысле, похоже. Он внимательно осматривает девушек и выносит свой вердикт. Дело в том, что этот крем должен быть, в первую очередь, незаметным. И этот крем для дня, и девушка должна выглядеть просто свежей. Только номер один отвечает заявленному, скажем так, волшебству. Это быть незаметным, подходить под все типы, потому что он, в принципе, на лице еле-еле заметен. Он очень прозрачный, у него хорошая текстура, и на моей руке тоже его не видно. Итак, в нашем эксперименте победил Би-Би-крем от Гарния. Он, кстати, был самым дешевым – всего 292 рубля. Получается, этот крем – наиболее универсальный подарок. Для актеров и ведущих косметика не роскошь, а средство производства. Даже для мужчин. Мы должны выглядеть лучше, чем мы есть, хотя бы из уважения к вам, зрителям. Ну а женщины-звезды особенно привередливы. Если каждый день накладываешь столько косметики, поневоле станешь экспертом. Иначе можно просто убить кожу. Вот и посмотрим. Проведем инспекцию звездных косметичек. Тушь я перепробовала разную и очень дорогую. Поэтому я сейчас поняла для себя, что, в принципе, тушь, которая стоит гораздо дешевле вот этих вот очень дорогих марок, меня полностью устраивает. Это сейчас вот такая пудра. Хорошая. Очень мне нравится. Тушь, кстати, самая обыкновенная, которая на меня, меня на нее посадила американская подруга, которая сказала, чем проще, тем лучше. Причем я платила какие-то огромные несусветные деньги за очень дорогие бренды. Но, как оказалось, самая простая. Пудра у меня самая любимая – это герлен. Разный. У меня есть тушь для повседневной носки, так скажем, и на вечер. Та тушь, которую я сейчас пользуюсь, мне досталась, так скажем, бесплатно в рамках бьюти-эксперимента. Я была одним из членов жюри. Но, что хочу сказать. Вообще, сама я себе всегда покупала тушь Лореаль. У них прекрасная тушь. Это демократично, это недорого. Она прекрасна ложится, прекрасна носа. Пудра, пудра у меня, Диор. Первая попавшаяся. Дело в том, что я вообще очень равнодушна ко всему, что связано с косметикой. Совершенно в этом не разбираюсь. И крашусь, и мажусь первым попавшимся, чтобы подать в подругу. Получается, что известные состоятельные женщины отдают предпочтение дешевой косметике. Но откуда пошел миф, что косметика должна стоить дорого? Очень просто. В этом нас убедила реклама. Но почему же одна тушь или пудра дороже другой? Перри Романовский. Химик с 30-летним стажем. Работал на крупнейшей косметической корпорации мира. Часть его трудов есть в сумочке у каждой женщины. Цена устанавливается, исходя из бренда и имиджа бренда. Технология производства, как правило, примерно одна и та же. Вне зависимости от того, дешевый у вас продукт или очень дорогой. Италия – один из крупнейших в мире заводов по производству косметики. Здесь производится практически вся декоративная косметика. Разумеется, в магазинах она продается под разными брендами. У нас в среднем около 200 клиентов. 90% нашей продукции экспортируется за рубеж. В Соединенные Штаты, Европу, Азию и так далее. Мы производим продукцию для главных европейских брендов. В США мы работаем с транснациональными компаниями. Есть заказы из России. Утром на этом станке производят помаду, которая в магазине будет продаваться под маркой люксового бренда за 4000 рублей. Вечером на том же оборудовании делают помаду, которую в магазине будут продавать по 400 рублей. В 10 раз дешевле. На этом аппарате изготавливаются все виды губной помады, производимые для различных клиентов. Если необходимо изменить итоговый продукт, меняется вот эта форма. То же самое касается пудр, теней и румян. В состав каждой пудры входит, как правило, около 15-20 компонентов. Самые дорогие компоненты – это, как правило, красители. Получается, дорогая косметика ничем не лучше дешевой? Ведь ингредиенты примерно одни и те же, технологии производства одна и та же. Что касается действительно дорогих косметических средств, например, кремы для кожи стоимостью 300-400 долларов, при создании их рецептуры, вероятно, хватило бы и 2 долларов, чтобы окупить состав компонентов. То есть стоимость исходного сырья и стоимость компонентов, входящих в состав, не являются определяющими для итоговой стоимости средства. Но неужели цены на косметику назначают, как говорится, от фонаря? Буквально в декабре 2014 года французский антимонопольный комитет раскрыл очередной сговор производителей косметики и парфюмерии. Оказывается, транснациональные корпорации нелегально регулировали цены в супермаркетах. Власти потребовали рекордный штраф – 605 миллионов евро с крупнейших компаний-производителей парфюмерии и косметики. Экономить на косметике можно и даже нужно. Попробуйте в следующий раз, когда будете выбирать пудру, румяна или тушь, присмотреться к тем коробочкам, что лежат на нижних полках. Этим фирмам не хватило денег на собственный стенд в центре зала и на рекламный ролик с Николь Кидман. Но это не значит, что качество самих продуктов хуже. Оно может вас приятно удивить. В рекламе или на упаковке производители обычно описывают потрясающий эффект крема, но не указывают подробный состав. По закону имеют полное право, чтобы конкуренты не смогли украсть их рецепт. Ну ладно, мы с вами не можем определить, что входит в состав крема, но кто-то их должен контролировать. Контроль за косметической продукцией с точки зрения законодательства любых стран мира сведен к минимуму. Так что надеемся на совесть и порядочность наших производителей. И все, что они заявляют о своей эффективности, о свойствах каких-то чудотворных и замечательных, это личная их инициатива, которая никак, к сожалению, не подтверждена никакими исследованиями. Косметические препараты не должны проникать в кожу глубже рогового слоя, эпидермального слоя. Проще говоря, глубже верхнего слоя в коже. Это основное правило. Но пообещать-то можно все, что угодно. Что крем может проникнуть внутрь клетки. Мы адресно можем доставлять активные компоненты внутрь клетки. Вторую молодость. Основным действующим компонентом там как раз и является фитоэстроген. Он получен из сои. И, соответственно, начинается снова, то есть как бы называется такая вторая молодость. И стопроцентное избавление от морщин. По результатам исследований 100% женщин остались довольны. И они сказали, что действительно они увидели изменения. А вот компания Монплатин обещает, что в их косметике есть все и сразу. Чёрная экрана нас интересовала очень сильно. В силу того, что этот древнейший вид выживал миллионы лет на планете. В силу того, что сильная регенерация. Стволовые клетки растений очень интересная тоже была технология. Жемчуг. Пыль жемчужная – это очень древняя технология. Там ещё упоминания в древнем Египте, там со времён Клеопатры. Этим уже пользовались. Добивались сияния. Килоидное золото. Это своего рода золото, только не то, что мы носим на украшениях. И оно очень интенсивно влияет на омолаживание. Все чудо-ингредиенты и сама философия того, что мы за меньшее количество времени получим намного более интересные результаты. Неужели там всё это есть? Все эти чудо-ингредиенты? Удивились мы. И отвезли крем на экспертизу в Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Анализ обезличенного крема практически провести нельзя, в силу того, что это многокомпонентная система. То есть практически определить каждый компонент, идентифицировать его в такой системе мы не сможем. Возможно, именно этим пользуются производители. Их практически невозможно проверить. Мои жени регулярно названивают из каких-то салонов красоты и предлагают бесплатные процедуры. При этом просят обязательно захватить с собой паспорт. Я всё никак не мог понять, зачем паспорт для косметических процедур? Это же не валюту в банке покупать. Ольга работает оператором на почте. Позволить себе дорогие косметические процедуры она не может. Поэтому, когда ей предложили всё это бесплатно, она согласилась, не задумываясь. Процедуру проводили сразу два косметолога. Увидев кожу Оли, они дружно заахали. Я уверена, что 100% женщина, каждая, хочет выглядеть красиво. И когда идёт такой психологический прессинг, что да, как ты плохо выглядишь, смотрите, как у вас волосы выглядят, или как вы выглядите внешне. То есть тебе, если подруга говорит, то это бывает, потому что у неё настроение плохое, она тебе так говорит. А тут пообращаешься в косметический салон, тебе говорят, что ты плохо выглядишь. То есть либо это профессиональный подход, либо это действительно уже какая-то афера. В тот момент Ольга была уверена, что это профессиональный подход. Чтобы привести кожу и волосы в порядок, ей нужно было приобрести набор косметики. Я купила сейф косметического средства на сумму около 50 тысяч. Конечно, таких денег в кошельке у Ольги не было. 50 тысяч – это больше, чем её месячная зарплата. Но в салоне быстро нашли выход из ситуации. Пока Ольгой занимались косметологи, ей уже подготовили договор на кредит в банке. Я не знаю, адекватна я была или нет, когда подписывала этот договор. Но я хотела эту косметику приобрести. Из салона Ольга вышла довольная. В руках чемодан драгоценной косметики, который сделает её кожу моложе, а волосы густыми и блестящими. Правда, эффект получился обратный. Через 2-3 дня, во-первых, меня стали замечать все на работе, что когда я стала пользоваться косметикой по определённой схеме, там дают определённую схему, как пользоваться, у меня стали появляться красные пятна на щеках. Ольга продолжала пользоваться кремами в надежде, что кожа просто привыкает, адаптируется к новому уходу. Но через месяц ей пришлось обратиться к врачу. Я вообще выглядела как человек, который, я не знаю, ну, либо что-то много выпил воды, то есть у меня стали отекать веки, нависать над глазами, вот. Морщины появились ужасные под глазами. То есть такое ощущение, что я бабушка лет 60. Ну и я пошла в КВД, обычное КВД, где была выдана мне справка, подтверждающая, что у меня аллергия на косметическое средство. Врач категорически запретил пользоваться косметикой. Ольга отправилась в салон, где она покупала крем. Ведь ей обещали, что она в любой момент может прийти на бесплатный приём к косметологу и заменить один крем на другой. Первое, то, что они меня встретили, они мне не сказали, давайте пройдём и покажемся косметологу. Первое, что они сказали, пойдёмте к юристу. Вот это тоже для меня было как-то что-то новое. И потом всё вот так вот и завертелось, и всё, я поняла, что там происходит, потому что я оказалась не одна. У кабинета юриста она попала в настоящую очередь. Все хотели вернуть косметику и получить свои деньги обратно. Но ни Ольге, ни остальным деньги возвращать никто не собирался. Тогда они обратились к нам. Похожая история год назад уже произошла в Саратове. Правоохранительные органы, обратились ряд женщин с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ООО Академии эстетики, которые совершили в отношении них неправомерные действия, а именно путём обмана заключили с ними кредитные договоры для покупки набора косметических средств торговой марки Монплатин производства Израиль. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и начали проверку. Согласно изъятым таможенным декларациям, цена самого дорогого набора косметики составила 15 тысяч рублей. Продавали их по 50. Проведена товароведческая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что косметические средства торговой марки Монплатин не соответствуют требованиям регламента таможенного союза, не содержат в своём составе чёрной икры или её экстракт, как заявлялось при продаже данных косметических средств, а также вызывают аллергические реакции у лиц, которые склонны к аллергии. К настоящему времени деятельность ООО «Академии эстетики» прекращена, расследование по уголовному делу не окончено, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела, после выполнения которых будет дана юридическая оценка действиям сотрудников ООО «Академии эстетики». Продавцы косметики Монплатин уверяют российских женщин, что это качественная израильская косметика. Там эту косметику можно купить в любом магазине. Мы решили это проверить. Отправляемся в Израиль. У вас есть такой? Нет. Это крем для тела с икрой? Нет, такого у нас нет. У вас есть этот крем? Посмотрите, вся косметика у меня стоит вон на той полке. Есть такой крем? Нет, у нас много косметики, но такую вижу в первый раз. Этот крем? Нет, точно такого же нет. Тогда мы попросили руководство компании объяснить, как это получилось, что известный израильский бренд совсем не знают на родине. Продукт не кошерный в Израиле не едят в основном. Там есть сложность небольшая с этим. Вот где-то процентов 80 населения Израиля будут либо религиозными, либо соблюдающими традиции. А религиозные, соблюдающие традиции, не кошерные, не то что они будут есть, они не будут заходить в не кошерные места. Поэтому ни один салон не рискнет отсечь от себя 80% публики только ради того, чтобы у меня была черная икра на полочках. Напомним, что как раз черную икру саратовские исследователи в этой косметике так и не нашли. Мы вернулись в салон красоты вместе с Ольгой и попросили расторгнуть договор. Ведь она успела открыть всего один крем. Давайте я сейчас запишу поминное имя и отчество. Вот напишу, что у нее на руках. И с бухгалтерией, с кредитным отделом связуюсь. Разберусь с этой ситуацией. За это вещество, конечно, сколько не стоит. Мы с вами согласим. Это, наверное, до меня было. Я здесь с конца октября только не везел. Это до меня, наверное, было. Мы общались с другими юристами. В итоге, за те кремы, которыми Ольга не успела воспользоваться, компания вернула деньги на счет банка. А за ту баночку, которую она успела вскрыть, Ольга осталась должна 15 тысяч рублей. Крем для лица – вещь довольно индивидуальная. Мы не можем посоветовать конкретный крем. Одним подходит жирный, другим легкий. Но есть вещества, которые косметологи называют комедогенными. То есть они закупоривают поры и не дают вашей коже дышать. Лучше не покупать крем, в составе которого есть силиконы, минеральные масла, ацетатлонолина, бутилстеорат, изопропил, каприевый триглицерид, льняное и кокосовое масло. Аллергикам нужно искать крем безэтилена, профиленгликоля, формалина, формальдегида и паравенов. Шедевры мировой живописи. Обнаженная Венера перед зеркалом, похищение дочерей Левкипа, три Грации. Их фигуры считались эталоном женской красоты. Их изображения украшают лучшие музеи планеты. Почему же сегодня такое тело стали называть целлюлитным? Целлюлит в косметологии. Мы называем это липодистрофией или геноидной липодистрофией. Это изменение рельефа поверхности кожи. И говорить о том, что это патология, я думаю, что это невозможно, потому что ребеночек новорожденный, если мы на него посмотрим, у него уже попка будет в ямочках. Значит, получается, что он родился уже с целлюлитом. Как можно это считать патологией? Целлюлит. Первый раз это слово мир услышал в 1973 году. Популярный женский журнал Vogue опубликовал статью о нарушениях кожного покрова у женщин старше 25 лет. Эту особенность заметила владелец очень модного салона красоты в США Николь Ронсар. Именно благодаря этой женщине ямочки, которые воспевали художники эпохи Возрождения, превратились в заболевания. С той самой поры целлюлит стал болезнью 21 века и одной из самых доходных статей в косметологии. Здесь присутствует интерес различных косметологических фирм в раздувании этой проблемы. Ну, значит, им это выгодно в плане распространения своей продукции. Блондинка с красивым лицом и идеальной фигурой. Не женщина, а мечта, подумает любой, кто встретит Ольгу Золотую на пляже. Только успешная женщина, актриса и модель о себе совсем другого мнения. Ей отравляет жизнь целлюлит. Каждый день, каждое утро я просыпаюсь и начинаю свое, скажем так, одевание с того, что я принимаю душ и наношу антицеллюлитные крема, лосьоны. Причем не просто какие-то там, так, с малым процентом, а самые мощные. О целлюлите впервые Ольга узнала из рекламы. А о том, что целлюлит есть у нее, ей сказали в салоне красоты. Когда Ольга поняла, что эффект от крема малозаметен, она решилась на радикальные меры. Начались эти самые уколы, инъекции, так называемые липолитики, специальные уколы, которые сжигают жир. Боль адская. Это первый этап. Потом армирование пошло. Армирование – это специальные нити, которые вставляются в любые места, где у вас есть проблемные зоны, и у вас якобы поднимается, выравнивается кожа. Тогда девушка даже не подозревала, каким последствиям это может привести. Всеразличные инъекции – это все равно малоизученные вещи. Они приводят к серьезным иногда последствиям. У меня, слава богу, до такого состояния не дошло, но у моих близких и друзей это привело к очень плохим результатам. У меня всего лишь атеромы, гидромы. Сейчас Ольга вернулась к крему. Может, и не таким эффективным, зато совершенно безопасным. И сколько бы Ольгу не убеждал любимый человек или подруги, что нет у нее никакого целлюлита, она не верит. Мой друг, он мне говорит о том, что я ненормальная, что у меня тело уже похоже больше на кожу и кости, что мне лучше пополнять и стать поокруглее, чем заниматься вот этими экзекуциями, издеваться над собой. Я его не слушаю, честно говоря. Целлюлит действительно существует. Но вот как он выглядит на самом деле. Этот термин заимствован из медицины. По международной классификации кожных болезней целлюлит – это воспаление подкожной жировой клетчатки, вызванное инфекцией. И этот целлюлит никакого отношения не имеет к тому целлюлиту, о котором говорят в косметологии и в эстетической медицине. Дерматологи уверяют, бугорки на бедрах – это вторичный половой признак у женщин. Вполне естественное состояние. Это нормально. Вообще это характерно для женщин. Женщина, которая имеет вот это вот, это больше женщина, чем другая. Понимаете? То есть в ней эстрогенный фон преобладает, потому что это же вторичный фактически, в общем, в большей степени половой признак для женщин. В то же самое время производители косметики предлагают множество средств, обещающих избавить от целлюлита. Неужели они способны растворить апельсиновую корку? Волшебной палочки не существует. И кто уподобляет использование только крема возможностям волшебной палочки, тот заблуждается и ошибается. Дерматологи не отрицают, что некоторая польза от кремов все-таки есть. Но какие именно средства, способны хоть немного разгладить бугорки на бедрах? Покупаем 4 крема, отвозим специалисту. Клеточный метаболизм, наверное, улучшается. Но убрать целлюлит и похудеть на этом средстве, мне кажется, будет сложно достаточно, чтобы по составу не совсем достаточное количество активных ингредиентов. Но это поинтереснее по составу. Но еще раз, я настаиваю на том, что только состав не отражает действительность. Без спорта и без в чистом виде крема – это неэффективно. Все еще хотите избавиться от того, что естественно? Тогда при покупке внимательно читайте состав крема от целлюлита. В эффективном средстве обязательно должно присутствовать два вида ингредиентов. Разогревающие компоненты – это цитрусовые масла или перец, и те, которые подтягивают кожу – кофеин, морской коллаген и экстракт зеленого чая. Это косметичка среднестатистической женщины. Дневной крем, ночной крем, крем вокруг глаз, крем для рук, крем для ног, крем для тела и даже крем для кончиков волос. Для каждой части тела обязательно нужен свой крем. Да что там говорить про крем? Сегодня сложно встретить семью, в которой муж и жена моют голову одним шампунем. Григорий регулярно устраивает Ольге головомойку за то, что она тратит семейный бюджет на дорогие шампуни. Я предпочитаю все-таки дорогие шампуни, так как, наверное, в дорогих шампунях содержится больше компонентов, чем в дешевых шампунях. А так как я девушка, все-таки волосы для меня играют не последнюю роль. Григорий уверен, что его жену просто разводят. Он не видит разницы между дешевым и дорогим шампунем. Я попробовал, как-то раз у жены взял шампунь, помыл голову, не почувствовал никакой разницы. Поэтому не вижу смысла переплачивать. Этой семье повезло. Чтобы уладить споры между супругами, мы привезли к ним кандидата химических наук прямо из МГУ. Для него состав любого шампуня – это простая химическая формула. Вообще вот этот шампунь, сколько он действительно стоит, 600 рублей? Вода, два ПАВ, которые как раз мыльные основы обеспечивают. Провитамин В5 дорогой, который вообще на самом деле надо пить в таблетках внутрь, а не мазать им голову. Намного больше эффект будет. При этом отсутствуют какие-то функциональные добавки, которые есть в намного более дешевых шампунях. При своей стоимости и при своем составе он сильно проигрывает даже недорогим шампуням. Оказалось, что Григорий прав. Ну а мы отправились с экспертом в магазин, чтобы популярно объяснить, как именно нужно выбирать шампунь. Посмотрите на полки. Здесь шампуни для сухих и жирных волос, для кудрявых и прямых, для черных и белых. Есть даже шампуни для лысых. Каждый может найти подходящий для себя вариант. Конечно, врачи забавляются, когда смотрят на прилавок, на котором выложили косметические препараты, или те же самые шампуни, или пены для ванн. Но посмотрите, как развивается рынок. Цена шампуня далеко не всегда связана с его качеством, поскольку во всех шампунях действующим веществом является один и тот же лоризульфат натрия, который позволяет удалять грязь с волос, но при этом достаточно сильно сушит кожу. И вся разница в цене заключается, во-первых, ну, традиционно, в месте, где произведен шампунь. Посмотрите, где сделан шампунь. Если его привезли из США или Австралии, скорее всего, основная часть его цены – это затраты на доставку. Например, в шампуне за 60 рублей содержатся примерно такие же моющие компоненты и увлажняющие компоненты, как в шампуне за 600 рублей. Но шампунь за 600 рублей дороже за счет того, что он сделан в Китае, в Японии. Если на лицевой стороне написано, что шампунь сделан на морской воде, читайте состав на обратной стороне. Морская вода не стоит на первом месте? Значит, ее в шампуне ничтожно мало. Все шампуни можно разделить на два вида. Первый делают на основе лауреал сульфата натрия, то есть в конечном счете из нефти. Второй – на основе растительных компонентов. В составе пишут лауреал глюкозит. Сразу и не выговоришь. Такие шампуни называют органическими. Они стоят подороже, но считаются безопасными. Не сушат кожу. Мы нашли на полке всего один шампунь, который не содержит лауреал сульфат. Это органический шампунь. Но он подходит только для тех, кто активно поддерживает Гринпис и готов намыливать голову 3-4 раза за одно мытье. Органическая косметика по своим моющим средствам ничуть не лучше, а даже хуже, чем традиционные шампуни. Традиционный лауреал сульфат не так страшен, если в шампунь добавить правильные увлажняющие компоненты. Часто очень хорошим компонентом являются различные гидролизованные протеины, такие как гидролизованные протеины крахмала или пшеницы. Они оказывают, грубо говоря, обволакивающее действие и снижают потерю воды кожи головы. Хотите купить качественный шампунь? Тогда смотрите не на цену, а на состав. Ищите в нем протеины крахмала и пшеницы. Они хорошо увлажняют кожу головы. Кератин. Он восстанавливает поврежденные волосы. И комплекс цинка. Это идеальный компонент для тех, у кого жирная кожа. Он работает как дезодорант для волос и не дает им быстро пачкаться. 100 рублей за 10 литров. Примерно столько стоит в производстве любое из этих моющих средств. Правда, в магазине мы платим за него в 10 раз больше. Почему? Потому что хорошо поработали маркетологи. Косметика – это фабрика грез. Не Голливуд дарит нам мечты. А косметика дарит нам обещания вечной молодости, вечной красоты. Возвращение утерянной юности. Но послушайте. До 80% содержания любого косметического крема – это обыкновенная вода. В гостинице никого не смущает баночка с надписью «Шампунь, гель для душа». То есть два в одном. Но вот дома никто не станет мыть тело шампунем, а голову гелем для душа. Хотя на самом деле проблема эта чисто психологическая. Нас многие годы воспитывала реклама. И теперь нам сложно поверить в то, что шампунь и гель для душа идентичны по составу. Наливаем в одинаковые баночки шампунь, гель для душа, пену для ванны, моющее средство для посуды, кошачий шампунь и моющее средство для ванны. Относим в химическую лабораторию. Посмотрим, что скажут химики о составе. Мы не говорим, что это за моющее средство. Основным составляющим любых моющих средств, будь то шампунь для автомобилей, шампунь для волос, гель для душа, является лаурилсульфат натрия, который получается крупнотоннажным синтезом из продуктов переработки нефти. Получается, без всяких анализов понятно, что в банках примерно одно и то же вещество. Основной задачей любого моющего средства является удаление жира. Соответственно, чем выше щелочная среда, тем лучше будет удаляться жир. Но человеческий организм, он не любит высокие значения pH. Поэтому оптимальная pH для шампуня – это порядка 7. Специалист замеряет уровень pH во всех шести образцах. В растворах 1, 2, 4 и 5 значение pH составило 7, что, естественно, для человеческой кожи. В растворе 3 значение pH составило 9, и раствор номер 6 показал аномально высокое значение – 13. Эксперимент показал, что моющее средство для посуды и для ванны имеет высокий уровень pH, и человеку ими лучше не мыться. Если попадут в глаза, останется ожог. Зато пена для ванны, шампунь для волос, гель для душа и шампунь для кошек имеют совершенно одинаковый уровень pH и идеально подходят для кожи человека как на голове, так и на теле. Лаурилсульфат натрия является достаточно доступным веществом. Так, например, 1 тонна стоит порядка 30 тысяч рублей, в то время как в тюбике шампуня используется и вот от 50 до 100 грамм максимум. Следовательно, себестоимость самого моющего средства шампуня составляет порядка 5-6 рублей. Получается, мало того, что мы могли бы обходиться одним тюбиком для мытья всех частей тела, так этот тюбик еще и стоит должен копейки. Как же удается продать целую гору моющих средств? Нужно вызвать доверие. Обратите внимание, даже актеров в рекламных роликах обязательно одевают в белые халаты. Первый косметический сговор случился в 30-х годах. На рынке появилась косметика Торадья. Компания договорилась о сотрудничестве с врачом по имени Альфред Кюри, однофамильцем Пьера и Марией Кюри, которые открыли Радий, а заодно получила одобрение у известных научных институтов. Ученые в один голос твердили о волшебных свойствах радиоактивного крема для ухода за кожей. Вы думаете, косметические компании теперь с учеными не договариваются? Мы, например, на Альфред Кюри занимаемся, так скажем, участвуем в добровольной сертификации этих или иных продуктов. И к нам фирмы очень часто обращаются и говорят, а вот наш действительно крем увлажняет кожу, а наш крем действительно разглаживает морщины, потому что они могут его сочинить, все это сказать, но они даже порой сами не знают, делают он это или нет. Продавцы косметики стремятся получить одобрение научных лабораторий и исследовательских институтов. Все для того, чтобы вызвать доверие покупателя. Радиальный антимонопольный комитет периодически штрафует косметические компании за ложное рекламное обещание. Мы сталкиваемся с чем? С тем, что в рекламе косметических средств рекламодатель сообщает какие-либо недостоверные сведения о характеристиках своего товара. В основном по таким делам выступают заявителями, конкуренты. В апреле 2010 года Федеральная антимонопольная служба оштрафовала производителя чистящего средства. Их реклама утверждала, что оно является средством профилактики гриппа H1N1 у детей. Интересно, что это одобрил НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН. Как это могло произойти? Мы решили сами проверить, насколько сложно получить одобрение этого НИИ на детскую косметику. Представляемся косметической компании. Просим исследовать наш продукт и разрешить использовать их имя в рекламной компании. Мне нужно от вас получить сначала какое-то техническое задание. Вы пишете, предположим, мы бы хотели сделать то-то, 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 в письменном виде какое-то письмо и к нему все документы, которые я вас просил. После этого, соответственно, через какое-то время я вам скажу, сколько там будет стоить, из каких соображений мы хотим получить такие деньги. Здесь еще есть такой подводный, предположим, институт гигиены, вот, можно написать там, что рекомендовано использование там с маленькими детьми, там, с маленькими детьми. Либо там еще какое-то предложение от вас. Не просто там рекомендовано институт гигиены. Ремдетский защищает от микробов. Он защищает от микробов, и вот этот вот момент мы его подтверждаем. То есть, почему я спросил техническое задание? Я поняла. Техническое задание, вы должны написать то, что вы хотите получить основной вывод, да, то есть, вот, основополагающий, что который будет использоваться у вас побольше. Мы попросили написать, что наш крем одобрен не гигиеной, а охраной здоровья детей и подростков. Нам прислали вот такой договор на услуги. А потом в разговоре по телефону выяснилась интересная деталь. То есть, в принципе, в законодательстве у нас сейчас запрещено использовать какие-то одобрительные. Знаете об этом, да? А как же мы тогда будем выходить из этой ситуации? Ну, мы пишем, допустим, неполное название института. То есть, полное название института не гигиены охраны здоровья детей и подростков научного центра здоровья детей. Мы пишем одобрено институтом гигиены. Или одобрено институтом гигиены детей. То есть, получается, как будто бы это другой орган. Да. Как вот вам больше понравится, но зато, если вдруг, ну, какие-то такие ситуации бывают, вам зададут вопрос. На основании чего вот вы используете одобрено, вы предоставляете договор и протокол. Вот для чего нужен протокол, да? И говорите, вот одобрено институтом гигиены. И они приходят к нам и уже нам задают вопрос. А к вам уже вопросов нет. Вот договор, он на какой-то срок заключается? То есть, один миллион рублей – это на один год. Потом подтвердить нужно снова столько же или будет дешевле? Ну, а как же дешевле? У нас в стране что-то дешевле происходит. Я думаю, ваша косметика будет расти в семье. Понятно, что для производителей косметики – это просто бизнес, ничего личного. Они всего лишь играют по тем правилам, которые есть. Но эти правила легко можно поменять в нашу пользу. Достаточно обязать их четко писать количество полезного вещества, которое попало в банку. И вы поймете, что покупаете просто воду. Такой крем вряд ли удастся продать за 500 долларов. Достаточно обязать производителей проверять косметику на эффективность. Из полок исчезнет львиная доля новинок, а вместе с ними и пустые обещания. А главное – достаточно не принимать на веру рекламные обещания косметических концернов. Ведь прямо сейчас они придумывают, как увеличить количество баночек вашей ванной. На сегодня это все. И вы думаете, это нас не касается? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова